Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Бытия по тексту Геннадьевской Библии 1499 года в переводе издательства Актион. И мы читаем следующий раздел. «И совершились небо и земля, и все украшения их. И совершил Бог в день шестой дела свои, кои сотворил. И припочил Бог в день седьмой от всех дел своих, которые сотворил. И благословил Бог день седьмой, и осветил его, ибо в тот день почил от всех дел своих, которые начал Бог творить». Здесь надо обратить внимание, что Бог почил не в том смысле, что сотворив мир, он устранился от управления этим миром, а имеется в виду, что почил, то есть дал тварям, живущим на земле, свободную волю, свободу действовать по собственному произволению. «Ибо Бог создал тварей разумных людей по образу и подобию своему. А как Бог абсолютно свободен в своих решениях, так и человек. Поэтому да не смущается никто, слыша, что Бог почил от всех дел своих». Это означает не то, что он устранился от управления мира, а то, что он предоставил человеку свободу. «Сия книга бытию небес и земли, когда был день, в который сотворил Бог небо и землю, и всякий злак полевой, которого прежде не было на земле, и всякую траву луговую, которая прежде не произрастала, не посылал Бог то, что на землю, и человека не было, возделать ее. Источник же исходил из земли и поил все лицо земли и создал Бог человека». Здесь говорится о том, что Библия – это суть книга бытия небес и земли, а по преимуществу книга бытия. Но эти слова относятся и ко всей Библии. Жизнь человека каждого коротка. Один родился в 60-х годах, другой в 70-х, кто-то в 90-х, кто-то в 2000-м году родился. И мы проживаем определенный промежуток времени, и мы не видим всей картины мира. Так вот, Библия предоставляет нам возможность увидеть всю картину существования мира от начала и до конца. С чего начинается Библия? «Искони», то есть «в начале сотвори Бог небо и землю». Чем оканчивается Библия? «Апокалипсисом», в котором рассказывается, как все это закончится, какому результату все это приедет. Таким образом, сия книга бытия небес и земли, то есть и книга бытия, и все библейское откровение показывает и наше бытие в этом пространстве времени, устанавливая наше положение в нем. Христос есть подлинный смысл человеческой истории, он и сам говорит о себе «Асм, Есм, Альфа и Омега» первые, последние, начало и конец. Далее мы прочитали, что не было дождей с неба, а пар поднимался от лица земли и потом оседал в виде росы. Почему не было дождей? Откройте православный требник и поймете, почему не было дождей. В требнике православном есть молитвы на неспослание дождя. Не было дождей при створении мира, потому что не было человека Адама, который бы молился о дождях. Только с появлением человека, когда началась молитва о дождях, появились дожди в библейском понимании. Далее говорится о самом сотворении человека. «И создал Бог человека перст, взяв от земли, и в дуну в лицо его дыхание жизни, и ста человек душою живою». Давайте посмотрим, как святые отцы толкуют этот текст. Блаженный Августин, это трактат о книге «Бытия против Манихеев» пишет, «Мы должны так разуметь это место. И сказанного о том, что Бог вдунул в человека душу живую и стал человек душею живою, не следует заключать, будто некоторая часть божественной природы превратилась в душу человека, и остережемся говорить, будто божественная природа подвержена изменениям». В этом заблуждении истинно теснит Манихеев более всего. Но так как гордыня мать всех еретиков, они дерзают утверждать, что душа – это божественная природа. Мы же ответим так. Следовательно, природа Бога заблуждается, страждет, сквернится пороками и грешит, или же, если следовать вашим словам, пятнается нечистой, противоположной природой. И прочие в том же роде, что нечестиво предполагают относительно божественной природы. И в другом месте Писания прямо сказано, что душа сотворена всемогущим Богом, и потому не является частью Бога или божественной природы, так как в Боге нет ничего сотворенного. Так пророк говорит, что кто сотворил душу для всего, тот и сотворил все, и в другом месте, кто сотворил душу человека в нем. Конец цитаты. И то, что сказал Василий Великий, архиепископ Каппадокии, это его гамилия на Псалмы, на Псалом 48, святитель Василий пишет, «Хотя Бог сотворил человека из земли, а служителями своими пламенеющий огонь, но все-таки в людях есть способность уразумевать и познавать своего Творца и Создателя. Ибо он, Господь, вдунул в лицо его, то есть вложил в человека нечто от собственной своей благодати, чтобы человек подобным познавал подобное. Человек создан по образу Творца, «Почтен больше неба, больше солнца, больше небесных созвездий. Ибо какое небо называется образом Бога Всевышнего? Какой образ Творца имеет в себе солнце или луна, или остальные звезды? Им даны тела неодушевленные и вещественные, пусть и прозрачные. У них нет ни разумения, ни произвольных движений, ни самовластной свободы. Напротив, они рабы, надлежащие необходимости, согласно которой всегда вращаются вокруг одного и того же». Конец цитаты. Итак, Августин обращает внимание на следующую крайность. «Когда Бог вдохнул в человека дыхание жизни, как нечестиво учили манихеи и учат иудеи, Он якобы частицу себя вложил в человека. Но это не так. Хотя Бог везде сущий, Бог нигде и никогда не соединяется с материей. Являясь творцом материи, пространства и времени, Он выше материи, выше пространства и времени». Чтобы это уразуметь, лучше приведу пример. Сколько бы горшечник не работал бы по изготовлению горшков, он не может стать частью горшка. Но он через сотворенный сосуд являет свое искусство, свое мастерство. Как апостол Павел пишет, «Мы познаем Бога невидимого через рассматривание творений видимых». Даже во Христе, где встреча между божественным и человеческим совершилась наиболее полно, мы исповедуем халкидонским определением, что в любом случае человеческое божественное во Христе, хотя нераздельно, неразлучно и неизменно, но в то же время не слиянно. Поэтому православное вероубеждение христианское – это убеждение о том, что Бог есть Бог, нет приложения природ, человек есть человек, ангел есть ангел. Творение – это одно, а Творец, да будет он благословен, превознесен над всем творением. И далее мы читаем, «И насадил Бог рай в Эдеме на востоке». Бог создает человека действием благодати, вдыхает благодатные энергии в него, и он становится душой живой. «И ввел туда человека, кой его создал», то есть в рай сладости. «И произрастил Бог еще из земли всякое древо, прекрасное видом и доброе вснеть, и древо жизни посреди рая, и древо, чтобы ведать разумно добро и зло». Итак, посреди рая мы видим два древа, «древо жизни» и «древо ежеразуметье добро и зло» или «древо познания добра и зла». Некоторые отцы говорили, что это одно древо, некоторые говорили, что это два древа, но они посреди рая. И возникает вопрос, а какое более посреди рая тогда? Древо жизни или древо познания добра и зла? Поэтому те, которые объединяют их в одно древо, они как бы обозначают четко середину рая. Но в любом случае древо жизни символизирует живоначальный крест Господен, источник нашего спасения, а древо познания добра и зла реально представляет из себя и символизирует собою право или приоритет Бога решать вместо человека и за человека, что такое добро и зло. То есть до грехпадения люди, Адам и Ева, пребывали в божественном видении сих разностей. Они почитали злом то, что Бог почитал злом, и почитали добром то, что Бог почитал добром. И Златоуст иронизирует над теми, которые говорят, что до вкушения от древа познания добра и зла, Адам якобы не различал добро от зла. И Златоуст посмеивается над такими болтунами и говорит, Адам же давал имена животным. Он в звуке выразил сущность творения. Он дал имя козлу, а козел знает, какую траву можно и с какой нельзя. Неужели Адам, созданный по образу Бога, при этом сам не разумел, что есть добро и зло? А зло уже существовало в лице падшего дьявола и бесов, которые последовали за ним. И далее мы читаем, «Река же исходит из Эдема, чтобы поить рай, и там разлучается на четыре начала, имя одной реки Фессон, сия обходит всю землю Евилатскую, там есть злато, злато же той земли добрая, там есть и камень зеленый, анфракс, имя реке второй Геон, сия обходит всю землю Эфиопскую, и река третья Тигр, сия идет через Осирию, река же четвертая Ефрат». Святые отцы поясняют, то, что одна река выходит из рая, это свидетельство о том, что все откровение Божие проистекает из райского сада Царствия Божия. То, что разделяется на четыре реки, которые как бы заключают в себе и окружают своими потоками рай сладости, это указание на четыре Евангелия, которые оберегают благодать святого причастия в наших душах, когда, вкусив от тела и крови Иисуса Христа, для того, чтобы благодать не потерять, мы больше углубляемся в чтение четырех Евангелий. Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, Евангелие от Луки и Евангелие от Иоанна. Пусть эти блаженные наставления, эти святые тексты омывают нашу душу, оберегая благодать в нашем сердце. И далее мы читаем, «И взял Господь Бог человека, Коего создал, и ввел его в райский сад, возделать его и хранить». Некоторые высказывали мнение древнее, что взял от града Иерусалима, где сотворил человека. А при сотворении человека Бог использовал прах земной от всех земель и воду брал для того, чтобы смесить этот прах в глину от всех источников водоемных, от всех рек, от всех морей, от всех океанов, чтобы человек везде себя чувствовал хорошо, в какой бы стране он ни жил, куда бы ни переместился его род, его народ, его племя. «И взял Господь Бог человека, Коего создал, и ввел его в райский сад, возделать его и хранить». Название некоторых рек мы распознаем географически. Это Миспотамия. Итак, назначение человека – возделывать рай и хранить его. Что это значит? Неужели Бог что-то сделал таким несовершенным, что это надо возделывать и хранить? Имеется в виду рай сладости благостной души. Его надо возделывать и хранить. И сам Христос говорит, «Царствие Божие внутрь вас есть». То есть не ищи на небе, не ищи на земле, не ищи в воде, обнаружь в своем собственном сердце. Как сказано и у богомудрого Павла Апостола «Вникай в себя и в учения, занимайся всем самым постоянно, так ты спасешь и себя, и слушающих тебя». И заповедал Господь Бог Адаму глаголя «От всякого дерева, которое в раю ешь, от древа же разумения доброго и лукавого не ешь от него. Если съедите от него, в тот же день смертью умрете». Бог не мог спекулировать на неведение Адама. И если Бог говорит ему о смерти, значит, Адам разумел, что такое добро и зло, и что такое смерть. А речь шла не только о смерти физической, но и о духовной. Итак, Бог сказал, «В тот же день смерти умрете». А как же Адам прожил 930 лет? Божий день, рай – это Божий мир, а Божий день, сказано в Писании, у Бога один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Поэтому Адам точно умер в этот же день, прожив 930 лет и не дожив до окончания этого дня 70 лет. «И сказал Господь Бог, «Недобро быть человеку одному, сотворим ему помощника». Когда Бог творит мир, то Бог говорит «хорошо, хорошо, хорошо, весьма хорошо». А здесь Господь говорит «недобре», «нехорошо». Что же «нехорошо»? «Нехорошо быть человеку одному». Как божественное единство – это единство Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святаго, так и человеческий род един в чине мужском плюс чин женский. Это принцип первобытной соборности муж и жена вплоть един. «Недобро быть человеку одному, сотворим ему помощника. И созда Бог еже из земли всяких зверей полевых и всяких птиц небесных, и привел тех к Адаму, видите, как наречет их. И стало именем всякой души живой то, которым нарек ее Адам. И нарек Адам имена всему скоту и всем птицам небесным и всем зверям земным. Адам уже не нашелся помощник подобно ему». Вот собачники должны услышать эти слова из Писадия. «Среди животного мира не нашлось помощника для человека, соответственно, ему». Собака – вещь полезная, когда она во дворе живет. Я сам вот вырос в своем доме в городе Орехово-Зуево на берегу реки Клязьма. И у нас во дворе были три собаки. Это подвижные существа. Когда я выходил мальчиком во двор, они бегали вокруг меня, я бегал с ними на реку, назад. Это радость. А те, которые в стесненных квартирах живодерствуют с этими животными, ограничивая их в движении, конечно, люди жестокие. И которые всю любовь и чувство свое сосредотачивают на них, это тоже неправильно. Потому что собака – помощник для человека, но не подобный человеку. «И вложил Бог сон в Адама, и уснул, и взял одно из ребер его, восполнив плотью то место, и создал Господь Бог из ребра, который взял от Адама жену, и привел ее к Адаму. И сказал Адам, «Вот ныне косят костей моих и плоть от плоти моей, сия наречится жена, так как от мужа своего взята была. Всего ради оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут оба вплоть едину. И были оба на гиме, и не стыдились». Речь Адама оканчивается словами, «Так как от мужа своего взята была». А далее идут слова Божия, через Моисея написанные, «Сего ради оставит человек отца своего и мать, ибо Адам не знал ни отца, ни матери, и Ева не знала ни отца, ни матери». Они не могли этого сказать. Это уже ботописатель Моисей, друг Божий, который собеседовал с Господом лицом к лицу, сие записал. «Сего ради оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут оба вплоть едину, и были оба на гиме, и не стыдились». Вот первобытное единство, изначальное единство. Вот первая церковь Божия. Но теперь надо разуметь более глубокий смысл всего, что мы прочитали. Бог творит Адаму, жену, из боку Адама вынув ребро. Из этого боку творится жена-невеста. В этом случае Адам, как учат святые отцы, является образом Христа, из боку которого, при ударе в бок римского копья, истекла вода и кровь. Из воды и крови, из воды святое крещение, из крови святое причастие рождается церковь-невеста. Ибо крещеные становятся членами церкви, а причастившиеся входят в славу чад Божьих во Христе и со Христом. Посему церковь разумеет Христа быть и главою Своею, как муж-глава жены, а сама церковь есть тело Христова. Это глубокая духовная тайна, которую нам надо усвоить. Ибо все Писание во всех своих частях так или иначе свидетельствует о Христе, Боге нашем, в Его взаимоотношении со Святой Церковью, с народом Божьим. А если будем живы, если будем живы, Господь позволит, в следующий раз продолжим наши беседы по книге Бытия, по тексту Енадьевской Библии 1499 года. Спаси Христос! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова